Дело было в 1607 году, по-моему, в сентябре. Два торговых английских корабля плыли из Лондона в Индию, вокруг Африки, по пути, открытому в Аскадыгаме. И вот эти два корабля, поскольку путь далекий, сделали остановку около Сьерра-Леоне. Там устроили привал, там решили отдохнуть, пополнить припасы и так далее. Вот один из этих кораблей назывался «Дракон». Его капитаном был Киллинг, который, как ему полагалось, вел корабельный журнал. И вот он записал в корабельном журнале. Эту запись открыли только в конце XIX века, потому что никому в голову не приходило искать что-то шекспировское в архивах Адмиралтейства. Так вот он записал в журнале. Я и велел сыграть спектакль, чтобы сами матросы прямо на палубе сыграли бы какую-то пьесу. И публика тоже матросы. Какую пьесу выбирать для неграмотной матросни? Вполне понятно. Во-первых, она должна быть крайне действенной. Во-вторых, чем больше убивают в пьесе, тем лучше. В-третьих, там, чтобы была любовь. В-четвертых, чтобы были бы песни. В-пятых, чтобы шуты шутили и острили без прерыва и говорили бы какие-то ужасно спешные вещи. Вот, собственно говоря, что абсолютно неграмотная матросская публика наверняка ждала от того спектакля. Килинг выбрал пьесу, которую должны были сыграть матросы для матросов. Эта пьеса называлась «Гамлет». Ну, относиться за счет какой-то экстравагантности этого самого капитана было бы неверно, потому что матросам пьеса ужасно понравилась. И они сыграли ее потом уже в Индийском океане еще раз. И, в отличие от нас, они в этой пьесе не видели ровно никаких загадок. Она была для них одна из популярных тогда трагедий мести. Тех кровавых трагедий, которые писал предчестник Шекспира Томас Китт, кстати, вероятнее всего автор «Гамлета» до Шекспировского. И вот жанр этой кровавой драмы, он сводился к целому набору постоянных признаков. Первое, это должна быть история о тайном убийстве. Второе, в ней должен появляться непременно призрак, который сообщает о том, кого убили и кто убил. В-третьих, в-третьих, там должно быть некое театральное представление и так далее, и так далее. Так построена, кстати, пьеса Кида «Испанская трагедия», очень популярная. И в глазах матросов шекспировский «Гамлет» вполне естественно входил вот в этот популярный, любимый и очень простой, в сущности, жанр. Естественно, задать вопрос, а как по поводу глубин и высот этой самой философичной шекспировской произведении? Способны ли были эти самые неграмотные ребята, которые ровно ничем не отличались от публики «Глобуса»? Там только были не столько матросы, сколько ремесленники, тоже полуграмотные. Способны ли они были видеть в «Гамлете» то, что увидели позднейшие поколения, то, что видим мы? Ответ очевиден, конечно, нет. Конечно, они воспринимали эту пьесу в ряду других таких же, ну, скажем, детективных пьес. Тогда возникает вопрос. Ну, хорошо. Рассчитывали Шекспир, сочиняя «Гамлета», что наступит время, когда будущее человечества откроет вот все те великие истины, которые в эту пьесу он вложил. Ответ ясен – нет. Он на это не рассчитывал и не мог рассчитывать, хотя бы потому, что человек, который пишет пьесы и который хочет, чтобы его пьесы сохранились в потомстве, заботиться о том, что они были опубликованы. Попробуйте с этим поспорить. Шекспир не только не заботился о публикации своих пьес, но, напротив, очень часто публикации препятствовал. Поскольку драматургия в ту пору считалась чистой театральной материей. И в публикации пьесы Шекспира и его современников проникали по разным, часто случайным причинам. Например, была такая история, как раз с «Гамлетом». В 1603 году вышло первое издание «Гамлета», так называемая пиратская, поскольку этот текст сокращенный, искаженный, исковерканный, не очень похожий на то, что мы знаем о тексте этой пьесы. Этот текст был украден, издан незаконно, вопреки воле труппы, вопреки воле автора. Хотя, надо сказать, что авторская воля тогда мало что значила, поскольку все дело автора было в том, чтобы написать и принести пьесу. Пьеса поступала в полную собственность труппы. Труппы ей распоряжалась. Если вдруг, не знаю, там, в Лондоне чума, и театры закрываются, ну, труппы тогда волей-неволей тащат пьесу к издателю и за какие-то копейки, значит, издателю пьесу продает, если он захочет купить. Гамлет был пьесой очень популярной. Причем популярной и среди матрасней, и ремесленников, и среди гуманистов, интеллигентов. Гамлет нравится всем, как писал один шекспирский современник. И вот задним числом в 20 веке стали выяснять, какая же сволочь продала этот текст. Кто же выдал шекспировский текст? Потому что ровно через год после того, как вышло это пиратское издание, труппы Шекспира опубликовала подлинный текст. Но дело в том, что над текстом пьесы труппы дрожала. Она очень заботилась о сбережении, чтобы не украли. А издатели заботились о том, чтобы любым способом приобрести текст пьесы, если она имела успех в городе. Иногда они, издатели, подсылали стенографов, на спектакль. И те дослуг записывали текст пьесы, хотя условия для этого были очень скверны, потому что спектакль шел в определенном свете и спрятаться было некуда. А если актеры нашли бы этого человека, который записывает на спектакле текст, то его бы в лучшем случае до полусмерти избили бы. Либо издатели подкупали какого-нибудь актера шекспировской труппы, чтобы он им на память воспроизвел текст пьесы. Почему на память? Да потому что ни один актер не получал тексты всей пьесы, только списки своих ролей. И вот через три с лишним века почта пьесы была написана, историки решили задним числом разоблачить этого самого жулика, исходя из очень простого посыла. Он, естественно, знает лучше всего текст роли, который он играл, и текст тех сцен, в которых его персонаж или персонажи занят. Сопоставили два текта пьесы, пиратский и подлинный, скажем так. И выяснилось, что абсолютно совпадают тексты только трех маленьких ролей, а дело в том, что труппы Шекспира состоял, как и другие труппы, того времени состояли из пайщиков, актеры, которые служили на паях, там у Шекспира был пай, у Берберджа был два пая, и которые получали жалования в зависимости от доходов. И были актеры, которых нанимали на маленькие роли, на выхода, на массовые сцены и так далее. И вот совершенно очевидно, что тот пират, пират – это термин того времени, тот пират, который продал текст шекспировской пьесы, он-то играл эти три маленьких ролишки в трех разных сценах, которые были переданы с полной достоверностью. Одна из этих ролей – это стражник Марцелл из первого акта, тот самый, который говорит знаменитые слова «подгнило что-то в датском королевстве». Вполне понятно, что труднее всего этому самому пирату давалось сопоставление, давалось вспоминание философских монологов. Попробуйте запомнить, быть или не быть. И по памяти монолог воспроизвести. Поэтому монологи Гамлета в этом издании были воспроизведены самым таким жалким образом. И кое-чего, кстати, говорит, пират еще от себя дописывал. Помните, Гамлет перечисляет несчастья, которые обрушиваются на голову людей. Кто стал бы терпеть насилие, судей, медливость и так далее. И вот к этому перечню несчастья пират от себя добавил страдания сирот и жестокий голод. Понятно, что это у него из души вырвалось. После этого случаи воровства больше не повторялись. Возможно, что сами актеры трупа Шекспира схватили за руку этого несчастного жулика и можно только представить себе, что они с ним сделали. Почему я вспомнил об этой истории? Это просто одно из примеров, а примеров может быть тысяча, того, как судьба шекспировских текстов связаны с судьбой театра шекспировской эпохи, с жизнью его труппы, с жизнью его труппы и его зрителей, его зрителей, для которых и только для них, не для нас с вами, не для шекспироведов будущих времен, а вот для этой полуграмотной публики написаны великие пьесы Шекспира. Очень легко смеяться над ее неграмотностью, над тем, какие это были темные, неотесанные ребята, но вместе с тем это была идеальная публика, это была божественно прекрасная публика, потому что это была публика, готовая поверить во все, что происходит на сцене, это была публика, воспитанная в церкви на проповеди, еще помнящая опыт мистериальных средневековых представлений, и это была публика, в которой было божественное простодушие, легко смеяться над наивностью этих зрителей, легко высмеивать и рассказывать анекдоты о том, какая это была толпа безграмотных идиотов, но в этой публике, для которой писал Шекспир, и от которой он прямым образом заветел, в этой публике было вот это фантастическое, забидное, в сущности исчезнувшее в современном театре свойство абсолютной веры, веры, без которой великого театра не бывает. Субтитры создавал DimaTorzok